Благоустройство в парке Гагарина обошлось бюджету почти в 7,5 миллионов рублей. Подрядчик должен был исправить недостатки, заасфальтировать пешеходные дорожки, установить дополнительное освещение, лавочки и урны. Сейчас установлено освещение и сделаны дорожки, но это не означает, что остальные работы произведены не будут. Несмотря на то, что срок исполнения контрактов по некоторым объектам уже истек, мы не идем на расторжение, благоустройство парков продолжается. Существующие технологии и материалы позволяют проводить работы при данных погодных условиях. Конечно, все штрафные санкции, предусмотренные законодательством и условиям контрактов, в том числе и неустойка за каждый день просрочки, подрядчикам будут выставлены. Работы по реконструкции зеленого театра продолжаются в Центральном парке «Культура и отдыха». Там, где еще весной были заросли, отсыпают место для амфитеатра. Сами здания советской постройки избавят от граффити и отремонтируют. В настоящее время в приоритете не сроки выполнения работ, а именно завершение работ с надлежащим качеством. Представители заказчика управления благоустройства города и ответственного представителя дирекции благоустройства города ежедневно контролируют ход выполнения работ, работают во взаимосвязи с подрядчиками. Так что работы будут приниматься только те, которые соответствуют документации и с надлежащим качеством. Общественники писали, что благоустройство при отрицательных температурах скажется на качестве работ. Однако в пресс-службе администрации города отметили, что это не так. В других городах холода не мешает проведению реконструкции. И в Рязани все запланированные работы, пусть позже сроков, но будут проведены. Денис Лева, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».